Что мы знаем о времени древнего человека? Научно необоснованные мифы? Параллельное существование стоянок со следами использования огня и без таковых? Как жили древние люди? Когда и с помощью каких методов научились убивать мамонтов? Как хомо сапиенс общались, охотились, как ели, из чего и как шили одежду, какие обряды у них существовали? Как долго они могли находиться на стоянке? И какова средняя продолжительность жизни? А самое главное, много ли стоянок древнего человека известно? И что значит Зарайская стоянка для истории? Обо всем этом и о многом другом нам рассказал Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова. В научном плане Зарайская стоянка – это одна из многих верхнеполитических стоянок, но одна из самых северных. Северней очень мало на самом деле. И любая стоянка, хотя их много, она уникальна. Она каждая по-своему специфическая. И верхний палеолит – замечательное время, когда люди были разные. Мы про них очень мало знаем, на что они были похожи. И любая даже мельчайшая находка имеет огромную ценность. У нас с Русской равниной есть некоторое количество находок людей, не самих стоянок, а костей людей. Все они отличаются друг от друга. И ближайшее отсюда, наверное, Сунгирь, Владимир. Есть еще в костенках находки. На Зарайской стоянке пока найден только один молочный зуб ребенка. Сейчас существует масса всяких методик изучения и самого зуба. Потенциально можно выделить ДНК. Пока это еще не делалось, но почему бы и нет. И если есть один зуб, то, наверное, где-то есть и все остальное. Ну, например, на стоянке Сунгирь во Владимире тоже копали стоянку. Она была, кстати, гораздо беднее по культуре, чем здесь. И совершенно случайно нашли три шикарнейших погребения. Ну, вернее, два погребения, одно двойное. И это теперь вообще Альфа и Омега, палеоантропология русской равнины. В костенках примерно так же было. Ну, там больше, правда, находок и археологических, и палеоантропологических. Ну, собственно, почему бы не быть им и в Зарайске. И если эти находки здесь будут, ну, уже этот зуб есть, но если будет еще больше, то это красиво дополнит нашу картину и наше знание о древнем населении всей русской равнины. А дальше у нас есть информация о людях мезолита, которые жили спустя еще 10 тысяч лет, ну, или даже больше, на самом деле, 15 тысяч лет, потом уже неолиты и так далее, до современности. И задача глобальная палеоантропология – узнать, какие люди кому преемственны, как они ходили взад-вперед, как они смешивались, как они менялись. Потому что даже если люди сидят на одном и том же месте, они все равно меняются антропологически. И для того, чтобы все это узнать, нам нужно много-много материала, много всякой информации. Собственно, мы здесь все добываем эту информацию. Зарайская стоянка – памятник археологии федерального значения. Расположена на правом берегу реки Осетр в исторической части современного города. Культурное отложение занимает отрезок от 23 до 16 тысяч лет назад. Памятник открыт в 1980 году. Раскопки последнего десятилетия дали более 100 тысяч кремниевых предметов, представительную коллекцию костяных изделий, включая экстраординарные произведения первобытного искусства, украшения и орнаментированные изделия. По современному состоянию изученности, памятник представляет собой остатки не менее четырех переслаивающихся верхнеполитических поселений, разделенных друг от друга хронологическими отрезками, имеющими различную протяженность. Исследования памятника продолжаются, и они носят комплексный характер. В работах участвуют специалисты в области геологии, полеогеографии, полинологии, палеонтологии, антропологии и многие-многие другие. Богатство находок вызывает восхищение археологов всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok Находки, которые делают археологи, это всегда случайность, или это прежде всего наука изучения предварительных исторических данных, фактов? Ну, это сочетание того и другого, потому что, понятно, сам факт обнаружения стоянки в значительной мере случайен. То есть здесь вот, конкретно в Зарайске, копали каналы, и бац, полезли бивни. Но должен быть более-менее адекватный человек, который сообщит об этом музейным сотрудникам, археологам, чтобы те приехали, посмотрели, чтобы у них было время. Тут везде немножечко элемент случайности есть. А дальше, когда стоянка уже обнаружена, естественно, идет наука. И понятно, что археологи не знают, что они найдут. То есть когда вот находится какое-нибудь там углистое пятно или там охреновое пятно, никто не знает, это просто пятно там толщиной 3 миллиметра, или это огромная яма, на дне которой лежит бизон, например, да? Или там погребение человеческое, как в Сунгире в том же. Это мы не знаем. Но для этого, собственно, в этом самый интерес и есть, потому что археолог, он не кладоискатель, он ученый. Он это делает все по методике, строго, определенный, измеряет все там. Ну, не то, что каждую песчинку, конечно, но по возможности в идеале так. Все фиксируя, потому что есть такая тонкость, раскапывая памятник, мы его разрушаем. То есть раскопать его можно только один раз. Поэтому надо делать все максимально тщательно. Чтобы были датировки, чтобы были стратеграфия, то есть на каком уровне какие слои, потому что кто его знает, тут люди сидели один раз, ну, пришли там, пожарили бизона, да, и ушли. Или они тут тысячи лет сидели. Ну, вот здесь, похоже, тысячи лет сидели, потому что стоянка уже больно большая. За один раз столько не нажгешь. Ну, и слоев вообще много, на самом деле. Ну, вот, накопали ям. То есть, с одной стороны, мы это делаем методично и по науке, и обеспечиваем себе эти находки, ну, если они в земле есть. А уж есть ли они в земле, зависит от наших предков, которые положили они их там или нет. И от сохранности, само собой. То есть, опять же, много нюансов. Ну, может, там корень какой-нибудь пророс, или, не знаю, крот прокопал, и все, порушил. Или, вот, допустим, в Средневековье пришли граждане и поставили крепостную стену посреди стоянки. Ну, они, как бы, не со зла, но, тем не менее, полстоянки убили этим делом. Но, с другой стороны, сохранили остатки стоянки, потому что под крепостной стеной, понятно, никто никогда больше не копался. И вот то, что осталось, лежало здесь, с тех пор непотревоженное прекрасно сохранилось. По словам антрополога, Зарайска – идеальная стоянка, соседствующая со Средневековым Кремлем и современным музеем, которые каждый по-своему смогли сохранить свидетельство жизни древнего человека и которые еще предстоит изучить молодому поколению ученых, чтобы понять их значение для современной действительности. Валерий Маркович, Керман Беляев, Константин Куянов. Студия Квант. Зарайское кабельное телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok